Против болезненной худобы выступили сегодня Екатеринбурженки. Дамы с пышными формами вышли на подиум и личным примером доказали, что и большой размер может быть привлекательным. Татьяна Румянцева убедилась. Шанс стать моделью Ирины Банниковой выпал впервые. От предложения пройти по подиуму вместе со стандартными худышками женщина с пышными формами отказываться не стала. Наоборот, считает, что именно ее тело должно вызывать восхищение. Девушки должны быть с формами. Все должно быть в меру. Сильно худые тоже не очень хорошо. Когда смотришь на естественные фигуры, мне кажется, это лучше, с приятнее. Вниманию зрителей представили модели трех форматов. Стандарт до 50 килограммов, форм от 50 до 58 килограммов и сайз плюс. Это как раз смелые девушки с размером от 50. По словам организаторов, найти манекенщиц с пышными формами было непросто. Очень многим тяжело признать, что они весят за 50 килограмм и далеки от идеалов. Хотя если женщина внутренне себя чувствует комфортно, и ей комфортно с этим весом, она жизнерадостна и улыбается весь мир. Полных и жизнерадостных поддерживают стройные и стандартные. Они в голос заявляют, что против болезненной худобы. Мы против всякой анорексии. Мы против анорексии. Конечно. Девушки полностью согласны с принятым в Израиле законом, который запрещает моделям с весом меньше 50 килограммов участвовать в съемках рекламы и подиумных показах. И говорят, что с радостью будут поправляться, если эти нормы введут в России. Однако вопрос, если стандартным станет вес от 80 килограммов, поставил девушек в тупик. Скорее всего, уйду из модельного бизнеса, потому что потом я кому нужна буду с 80 килограммами. Экспериментальный показ моделей на любой вкус и вес зрителям пришелся по душе. Но все-таки мнения, кто в показе всех милее, разделились. Девушки в зале поддержали модели формата САЙС Плюс. Уже надоели анорексичные девочки, которые ходят и умирают на подиумах. А тут сразу видно и пройдет, и останется жива, и подиум будет цел. Очень приятно, что такие девушки ходят, показывают нам одежду. Она смотрится на них более естественно, чем на худеньких девушках. И когда видишь такие модели, сразу хочется их купить. А молодых людей по-прежнему больше привлекают стандартные модели. Мне больше понравились, конечно, все-таки стройные. Но это лично мое мнение. Этот эксперимент показал, что не так уж и важно, какими формами вы обладаете. И на стройняшку, и на пышку непременно найдется свой ценитель. Единственный канон, которому необходимо соответствовать, это здоровье. Татьяна Румянцева, Ради Каскаров, События ОТВ.